Культурный центр Покровский ворот и Жанну Франсуа, что вот нас, так сказать, здесь приняли. И сегодня у нас тема – это полемика, православно-католическая полемика. Очень важная тема. И наш лектор Алексей Бармин, историк, кандидат исторических наук, автор монографии как раз по теме полемика исхизма «Греко-латинские споры». И автор также перевода, вышедшего буквально в прошлом году, в 2016 году, одного из важнейших источников по полемике византийской. И сегодня он расскажет о полемике о Филиокве в Византии, споры о Филиокве в Византии. Спасибо. Я бы хотел начать с того, что, собственно говоря, мы можем выделять три полемики, религиозные полемики Византии, которые были связаны с процессом разделения церквей, тех церквей, которые сейчас мы обозначаем как церковь православная и католическая. Из них две были богословскими, а одна была, скажем так, обрядово-бытовая. Богословские полемики были, во-первых, богословская полемика по вопросу об исхождении Святого Духа, то есть по вопросу о Филиокве. И другая богословская полемика, это была полемика о евхаристическом хлебе, о том, какой хлеб необходимо использовать для литургии. Обрядово-бытовая полемика, это была полемика, посвященная всем практически возможным различиям, которые существовали между греческой и латинской церковью, практически всем, потому что, на самом деле, конечно, можно заметить, что были различия, которые в этой полемике не учитывались, на них не обращали внимания. Например, мне неизвестны какие-либо тексты, где обсуждалось бы, по крайней мере, в XI-XII веках, где обсуждалось бы способ совершения крестного знамени, я сейчас не припомню, хотя очевидно, что различие какое-то было. Те две богословские полемики, о которых я упомянул, они были явлением специфически византийским, специфически греческим. То есть, не было полемики об исхождении Святого Духа в других странах православного ареала, скажем, в Грузии или на Руси, я имею в виду именно богословского спора. И в этом смысле, на мой взгляд, эти полемики как-то являются национальным явлением, чем-то вроде профенона, если угодно. То есть, это что-то, что характерно именно для определенного народа, для определенной страны в данное время. На мой личный взгляд, полемика о литургическом хлебе, для меня лично, она была и есть более интересна, потому что она более связана с сугубо историческими вопросами. Я напомню, что в Латинской церкви принято использовать для богослужения пресный хлеб, в то время как в греческой церкви, в церквях, которые восходят греческой традиции, принято использовать для богослужения квасной хлеб, хлеб, изготовленный на дрожжах. Так вот, в ходе полемики о литургическом хлебе Византии неизменно встал вопрос о том, какой, собственно говоря, хлеб Христос использовал на Тайной вечере. Известно, что синаптические Евангелия Матфея, Марка и Лука описывают Тайную вечер не совсем так, как ее описывает Иоанн. И в описании Матфея, Марка и Луки речь идет совершенно очевидно о пасхальной еврейской трапезе. Трапезе очевидно, что из этого описания следует, что хлеб, который был тогда использован, это был пресный хлеб, в то время как Иоанн описывает события несколько иным способом, и из его рассказа это совсем не явствует. Так что как раз Евангелие от Иоанна позволяет, скажем так, или располагает к той самой практике, которая утвердилась в Византийской церкви. Поэтому, поскольку полемика о литургическом хлебе упиралась в вопрос экзогеза, понимания Евангелий, понимания того, что, собственно говоря, произошло на Тайной вечере, когда это событие именно имело место, то есть проблематику более-менее историческую, мне эта полемика, лично мне эта полемика, пожалуй, более любопытна и более интересна, чем сугубо богословская полемика об исхождении Святого Духа. В названии лекции присутствует слово «филиоквы». Я поясню сразу, напомню, также тем, кто, может быть, об этом читал когда-то, что слово «филиоквы» означает в переводе с латинского «и от сына». Речь идет о том слове, которое присутствует в латинском символе веры, но которое отсутствует в греческом символе веры. Я говорю о Константинопольском символе. Как мы все знаем, в православной церкви принято читать и говорить веру в Святого Духа, исходящего от Отца и Сына, исходя, а, извините, от Отца и Сходящего, в то время как в латинском тексте, в принятом латинском тексте, говорится «от Отца и Сына исходящего». Это и от Сына, это и есть слово «филиоквы». Поэтому полемика «филиоквы» – это, собственно, полемика о том, как исходит Святой Дух и как об этом должна идти речь, как об этом должно быть сказано в символе веры. В газантийской полемике, которая шла вокруг этого вопроса, мы можем выделить три уровня изучения этой полемики. Первый и основной уровень изучения этой полемики – это уровень филологический. Дело в том, что любой полемический текст дошел до нас, как правило, не в том виде, в каком он был написан. Сочинения об исхождении Святого Духа писались в Византии, начиная с IX века. Крайне редко историк имеет дело с рукописями IX века. И, как правило, все эти сочинения, которые были написаны об этом, они дошли до нас, уже будучи переписанными в более позднее время. Я сейчас издал текст Евстрасии Никейского, автора начала XII века. У нас нет ни одной рукописи, которая бы восходила прямо к нему, а древнейшие две рукописи с этим текстом относятся к XIII веку. То есть прошло сто лет между созданием, как минимум сто лет между созданием этого текста и написанием тех рукописей, древнейших рукописей, которые до нас дошли. Поэтому перед историками, перед любым человеком, который интересуется этой полемикой, встает вопрос, а что, собственно говоря, было написано автором. Дело в том, что при переписывании текст так или иначе менялся, и у нас, скажем, нет полной уверенности, даже в случае с Евстрасием Никейским, у нас нет полной уверенности в том, какой именно текст был написан им, а что именно было добавлено позднейшими переписчиками. В отдельных случаях есть определенные сомнения. Второй уровень изучения полемики – это уровень уже скорее исторический. Это попытка поместить те или иные тексты, полемические, в контекст того времени, прежде всего в политический контекст, и понять, как деятельность автора была связана со всем тем, что происходило вокруг него, и как его полемическое сочинение, в данном случае посвященное вопросам восхождения святого духа, было связано с другими вопросами, которыми этот автор занимался. И, наконец, третий уровень, самый высокий уровень – это богословский уровень изучения этих вопросов. При этом ставится вопрос, скажем так, как? Ставится вопрос понимания мысли этого автора в наиболее широком контексте. То есть, ставится вопрос, как, собственно говоря, эта полемика соответствует конфессиональной традиции, богословской традиции церкви. При богословском подходе человек, которым им занимаются, он обязан выступать в конфессиональных позициях, просто потому что нет богословия вне конфессионального. Есть богословие православное, католическое, протестантское. То есть, человек должен изначально говорить, что он старается исходить из позиции той или иной конфессии. Разумеется, возможны случаи, когда при этом подход человека не одобряется конфессии. Скажем, есть такой известный автор Ганс Кюнг, который в свое время был лишен официального звания католического богослова. Но, тем не менее, сам Кюнг старался, будучи богословом, старался так или иначе говорить, поскольку он оставался в католической церкви, он старался говорить от имени к католической конфессии. Все три подхода, в принципе, могут практиковаться одним и тем же человеком. Я могу привести в пример немецкого автора XIX века Йозефа Хергенрётера, баварца, который стал кардиналом. Он был, в какой-то мере, филологом, потому что он занимался изданием текстов, полимических текстов в том числе. Он был историком, потому что он написал историю этих споров и религиозного конфликта в IX веке во времена патриарха Фотия. И в то же время он был богословом, потому что он написал большое сочинение на латыни замечание о сочинении Фотии «Теноводство о Святом Духе». То есть он совмещал более-менее все три подхода. Более-менее удачно, потому что могут быть определенные замечания, можем сказать, определенные замечания, критические замечания в адрес того, что он написал. Но, тем не менее, это, на мой взгляд, не отменяет ценности и значения того, что он сделал. Собственно говоря, полемика об исхождении Святого Духа, о том, как исходит Святой Дух, она вписывается в такое понятие, как триодология, то есть учение Святой Троицы. На мой взгляд, как я вижу вещи, в первом тысячелетии треодологии, если я правильно понимаю, может быть, кто-то меня поправит, треодология разрабатывалась в основном в рамках христологии, потому что вся полемика, религиозная полемика, которая шла в греко-язычном мире, которая обсуждалась в первую очередь на Вселенских соборах, это была полемика, прежде всего, христологическая, и потом уже в самом конце это была полемика, связанная с иконопочитанием. Треодология как таковая, то есть учение о Святой Троице, находилось, таким образом, фактически на втором плане в первом тысячелетии. Был один момент, на мой взгляд, в IV веке, когда треодология вышла на первый план, это было в IV веке, при Василии Великом и прочих великих каппадокийцах, когда стал вопрос о том, что именно мы должны называть ипостасью ипостасью и уси, потому что было более или менее ясно, что мы понимаем под словами природа и лицо просыпан, когда речь идет о Троице. Но были другие понятия ипостась и уси, которые были разработаны еще в неоплатонической преимущественной философии, то есть вне христианства, и тогда Василий Великий, как мне представляется, решил этот вопрос совершенно волютористским образом. То есть он сказал, что мы будем считать ипостасью то, что мы называем лицом просыпан, а уси мы будем считать синонимом слова природа, фюсис. В принципе, предшествующая традиция использования этих понятий, как мне представляется, допускала и другие возможности использования этих понятий. То есть можно было принять уси за синоним слова ипостась и за синоним слова просыпан, лицо, а можно было эти два понятия тоже принять за синонимы слова природа. Но тем не менее, было решено, им было решено поступать иначе, и насколько я представляю себе ситуацию, именно такой своеобразный волюнтаризм, на мой взгляд. Я подчеркиваю, что в данном случае я выражаю свое видение вещей, где я не претендую на последнее слово. Такой подход, как мне представляется, несколько способствовал непониманию и сложностям с восточными церквями, с церквями сирийской традиции, где впоследствии, как мы знаем, были приняты другие, оказались приняты другие подходы к проблематике, к этой проблеме. Мы знаем, что восточные церкви потом попали, стали классифицироваться в средиземноморском ареале, как нестарианские, либо монофизитские. И отчасти это было именно связано с этим. В данном случае я хочу опять же подчеркнуть, что когда я сейчас говорю об этих вещах, я несколько отрываюсь от сугубо исторического подхода и пытаюсь посмотреть на вещи с богословской точки зрения. Опять же, я так делаю потому, потому что было выражено на Фейсбуке пожелание, чтобы вопрос был рассмотрен с богословской точки зрения, и поэтому я обращаю внимание на эти вещи. Так или иначе, вернусь к тому, что теодология, на мой взгляд, находилась более или менее на втором плане в течение всего первого тысячелетия и вышла на первый план религиозной проблематики лишь довольно поздно, а именно в IX веке, вот именно с полемикой, связанной об исхождении Святого Духа. Теперь, что касается значения этого вопроса, мы можем выделить, опять же, два уровня в этом вопросе. С одной стороны, можно обсуждать само учение о том, как исходит Святой Дух, исходит ли он от одного отца или исходит от отца и сына, а с другой стороны, можем обсуждать добавление к символу веры, которое присутствует, как я сказал, в латинском символе и отсутствует в греческом символе. Что касается самого учения об исхождении Святого Духа, если говорить о латинской церкви, то само это учение там было оформлено и получило догматический статус лишь в 1215 году на 4-м латеранском соборе, в решениях которого было сказано, что Святой Дух исходит от обоих отца и сына. Таким образом, львиная доля полемики и основная часть греческой полемики, которая развернулась, как я сказал, в IX веке, продолжалась вплоть до XIII века и позже, она, хотя и была посвящена вопросу о том, как именно исходит Святой Дух, но при этом само учение, которое критиковалось на тот момент, на то время не было, не имело официального статуса в латинской церкви, в западной церкви, оно не было обязательным, скажем так, для всех верующих. Оно становится обязательным лишь в 1215 году. Что касается самого добавления к символу веры, добавления филиоквы, то, опять же, необходимо учитывать, что оно никогда не было сделано официально в символ веры. Мы знаем, что оно появляется впервые в символе веры в конце VI века в Испании, когда в Испании церковь, до того времени бывшая Арианской, меняет свое направление, и на Талецком соборе в 589, если не ошибаюсь, году принимается решение следовать той же самой вере, которой следует епископ прима. Тогда читается символ веры, читается символ веры Константинопольский, и в этом символе веры присутствуют слова и от сына, там, где идет речь об исхождении Святого Духа. То есть, какого-либо решения добавить это слово в символ веры нет и не было. Есть мнение о том, что даже, собственно говоря, на Талецком соборе этот символ веры был прочитан в таком же виде, каком он читается в греческой церкви, то есть без слова Филёку, а потом уже в VII веке слово Филёку было дописано при переписывании актов этого собора. Я не берусь сказать, какая из этих точек зрения является верной и наиболее обоснованной, потому что я занимаюсь византийским материалом, именно он меня интересует в первую очередь, но в любом случае можем констатировать, что какого-либо решения введения этого слова и об изменении этого слова не было принято тогда, какое-либо решение было принято тогда, и оно также не было принято и впоследствии. То есть, не было какого-либо собора или какого-либо предписания церковной власти, там, папы, какого-либо ещё, читать символ веры именно с этим добавлением. Ну, опять же, если мы обратимся к недавним временам, то мы можем обратить внимание на то, что в догматической декларации 2000 года домино-съезус излагается константинопольский символ веры в самом начале, и там этот символ веры пишется без добавления филиоквы. Опять же, это не сопровождалось каким-либо решением какой-либо церковной власти удалить слово филиоквы из символа веры. Просто поскольку не было какого-либо запрета применять символ веры без филиоквы, соответственно, не было никакой нужды и делать дополнительные пояснения о том, почему в данном случае символ веры используется без этого слова, без замечания о том, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Теперь, если мы рассмотрим эту же официальную сторону в греческой церкви, то картина будет примерно следующей. Что касается самого учения об исхождении Святого Духа или учения, ну в данном случае учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, то, насколько я могу судить, оно было осуждено греческой церковью впервые лишь в 1848 году на Константинопольском соборе, который объединил представителей четырех восточных патриархатов и только их, то есть Константинопольский, Антиохийский, Иерусалимский и Александрийский. Но там была одна такая своеобразная вещь. На документе на определение этого собора присутствуют указаны подписи четырех патриархов, названных патриархатов, и ряд архиереев, но архиереев присутствуют лишь от Константинопольского, Антиохийского и Иерусалимского патриархатов. От Александрийского патриархата нет ни одного архиерея, кроме Александрийского патриарха. Я, это, ну не только я, а, собственно говоря, этот документ издан официально, и с ним можно ознакомиться в известной серии Манси в сороковом томе с акрором канцеляром «Новая тамплиссима коллекция». Там присутствует параллельный французский перевод, что облегчает знакомство с этим документом тем людям, которые не знакомы с древнегреческим. Проблема в том, что по отношению к более раннему времени и к некоторым соборам, которые происходили в Константинопольском патриархате, известно о том, что подписи архиереев там иногда ставились задним числом. Я сейчас, к сожалению, не могу точно вспомнить, на каком документе об этом, в каком именно случае подобное событие имело место. То ли это было связано с документацией посвященной созданию Московского патриархата в 1589 году, то ли с какими-то документами 17 века. Насколько я знаю, никакого критического издания этого определения 1848 года не делалось, оно отсутствует. Сейчас выходит или уже вышла серия большие соборы православной церкви на немецком языке, и там этот собор 1848 года попросту пропущен, потому что там из 19-го века, по-моему, присутствует только собор 1872 года, а собора 1848 года нет. Поэтому, к сожалению, пропущен, поэтому судить о том, насколько точно тот документ, который опубликован в многотомнике манси соответствует реальному положению дел, довольно сложно. Кроме того, я также не беру связь о том, насколько на тот момент времени документ, одобренный лишь представителями четырех патриархатов, если мы предполагаем, что Александрийский патриарх в самом деле там присутствовал, принимал участие в этом событии, в этом соборе и поставил свою подпись, мы не можем судить, на мой взгляд, не берусь судить, насколько такой документ является связывающим, скажем так, или обязательным для всей православной церкви, скажем там, для грузинской церкви, для русской, для российской православной церкви. Что касается второй стороны этого вопроса в греческой церкви, то есть о допустимости символа веры с добавлением филиока, то опять же я не вижу какого-либо ясного, убедительного запрета в греческой церкви на символ веры с этим добавлением до 1848 года. Я поясню, что, разумеется, в полемике упоминалось неоднократно о том, что Халкидонский собор, четвертый вселенский собор, который состоялся в 451 году, запретил делать какие-либо добавления к Константинопольскому символу веры, и также можем встретить также ссылки на Константинопольский собор 1879-1880 годов. Но опять же, тут с этими соборами большая проблема, потому что, с одной стороны, Халкидонский собор в 451 году в самом деле запрещает делать какие-либо добавления к Константинопольскому символу веры, и там этот символ веры излагается без добавления филиоквы, но только перед Халкидонским собором состоялся Эфесский собор за 20 лет до этого, и на Эфесском соборе в 431 году был прочитан никейский символ веры, то есть не Константинопольский, а никейский, предыдущий символ веры, и было сказано, что к этому символу веры нельзя делать никаких добавлений, нельзя излагать другую веру помимо него, при этом не делалось никаких упоминаний о Константинопольском символе веры, который должен был быть принят примерно за 50 лет до этого Эфесского собора. То есть, поясняю проблему, на мой взгляд, налицо определенное противоречие между двумя соборами, которые признаются вселенскими, которые шли один за другим, между Эфесским собором 431 года, который говорит о том, что вот есть вся вера, которая обязательна для всех, и эта вера, это вера Никейского собора 325 года, а потом через 20 лет проходит другой, Вселенский собор, и там говорится, что вот есть вера, которая обязательна для всех, это вера Никейского собора, а также вот есть изложение веры Константинопольского собора 381 года, которая также является обязательной для всех, и которой также нельзя делать никакого добавления. Это с одной стороны. Это с одной стороны. Это с одной стороны. Это, например, в богослужебных указаниях, кто знаком с богослужебными книгами, тот знает, что в богослужебных книгах или в молитвенниках говорится «слава и ныне». И под словами «слава» имеется в виду слова «слава Отцу и Санкт-Петербург, и ныне» имеется в виду «и ныне пристного веки веков». То есть не выписывается полностью текст молитвы «Отче наш», а просто написано «Отче наш». Любой человек, который знаком с богослужебной литературой, понимает, что там, где написано «Отче наш», имеется в виду вся молитва «Отче наш», а не просто два слова «Отче наш». Примерно то же самое здесь, по крайней мере, в том издании, которое сейчас доступно, то есть в издании, опять же, «Манси». И, по всей видимости, так оно обстояло со всеми документами собора. То есть там не говорится о том, что, собственно говоря, был ли прочитан никийский символ веры или константинопольский. Я напоминаю, что оба символа начинались одинаково, что символ принятый в 325 году в Никее, что символ принятый в 381 году в Константинополе. Оба символы начинаются одинаково, а заканчиваются по-разному, потому что, как, наверное, многие помнят, что Константинопольский был более подробный и добавлял кое-что о Святом Духе и о Церкви, и о будущей жизни. Поэтому какого-либо официального, в этом смысле я не вижу какого-либо официального постановления о допустимости символа веры с Фериокой до упомянутого собора 1848 года. Что касается... Далее. Что касается, собственно говоря, всей византийской полемики, которая была с ним связана. Я сказал, что полемика эта является, на самом деле, преимущественно византийским явлением. То есть она шла не только в Византии, она также затрагивала и, разумеется, Западную Европу. Но там эта полемика шла совершенно особым образом и в несопоставимых масштабах. Иными словами, на Западе, когда я говорю на Западе, я имею в виду Латинскую Церковь, в целом, эта полемика являлась лишь ответом на те обвинения, возражения, которые прозвучали в греческом ареале. И, соответственно, размах, объем написанного был в разы меньшим, да, может быть, на порядок меньшим. Совсем недавно прошла конференция в Венеции, посвященная в целом религиозной полемике как таковой. Она была удачно названа «Contra latinos et adversus grecos». То есть, было использовано «contra» и «adversus» – два предлога, которые означают на латыни «против». Но можно увидеть, как мне кажется, разницу в значении. Потому что «adversus» – это «против», но это «против», как бы, против, в смысле, повернувшись против. То есть, «adversus» – это «против», но защитное «против», да, вот, то есть, против кого-то, кто защищается. В то время как «contra» – это, скорее, против кого-то, кто наступает, кто атакует. И в западном ареале, то есть, в ареале латинской церкви, сочинения на эту тему писались лишь постольку, поскольку время от времени появлялась необходимость дать ответ на те сочинения, которые создавались, или на те обвинения, которые произносились в греческой церкви. Что касается греческого ареала, то там полемика, разумеется, не являлась явлением перманентным. То есть, мы прекрасно видим, что как и в этом вопросе, так и в других вопросах, я упомянул, что была еще богословская полемика о литургическом хлебе и не богословская полемика о бытовых и обрядовых различиях, полемика шла пунктиром. Были какие-то моменты, когда она возобновлялась, потом она затекала на долгое время. Если мы пытаемся понять, как вот эта пунктирная полемика была связана с тем, что происходило вокруг, на мой взгляд, мы видим более или менее ясно, что полемика в греческой церкви возобновляется тогда, когда встает вопрос в той или иной форме об участии, скажем так, Рима, римского епископа в том, что происходит на Востоке, в делах Восточной Церкви. Собственно говоря, первое сочинение, которое пишется на Востоке, в греческом ареале, в греческой церкви, это сочинение, возникшее при патриархе Футии, прежде всего написанное им самим, а также еще одним автором его современником Никитой Византийским. Это середина, ну, скажем так, точнее даже вторая половина IX века, и тогда, как известно, изначально вопрос стоял о том, кто должен быть законом Косатанопольским патриархом, смещенный патриарх Игнатий, отрекшийся, да, но потом объявивший, что он отрекся, был вынужден отречься, потому что он отрекся насильно, или Футии, который, очевидно, был поставлен при деятельном участии светской власти. Полемика изначально шла именно об этом, и когда, в конце концов, ситуация зашла в тупик, и стало ясно, что римский папа Николай никого другого, кроме как смещенного патриарха Игнатия, признавать не собирается и не будет ни в коем случае, а Футия объявляет незаконным патриархом, именно тогда возникает первое сочинение, посвященное вопросу об исхождении Святого Духа. Это энциклика «Окружное послание Футия» восточным патриархом 1867 года. И более или менее, на мой взгляд, схожую картину мы видим и позже, как в вопросе об исхождении Святого Духа, так и в вопросе о литургическом хлебе, или в вопросе о других обрядовых и бытовых различиях, которые существовали между церквями, мы можем видеть, что, как правило, они создаются или, скажем так, они пишутся особенно активно в то время, когда встает вопрос о том, какие, собственно говоря, полномочия имеет римский епископ и имеет ли он вообще какие-либо полномочия. При этом сам вопрос о полномочиях римского епископа, как правило, остается на втором плане и очень редко становится предметом обсуждения в Византийской Церкви. Что касается, собственно говоря, богословской стороны вопроса, именно почему сложились разные представления о том, как исходит Святой Дух и почему эта полемика оказалась возможной и такой прочной в течение столетий, я могу поделиться одним наблюдением. Наблюдение относится к сочинению, которое, собственно говоря, возникло вне связи с этой полемикой, на которое было написано одним из авторов, который принимал самое деятельное участие в полемике об исхождении Святого Духа, говорю о Николае Мифонском. Он известен во многом как человек, который спорил с Сатирихом Пантовегеном в середине XII века, в 1156-57 годах. И вот в своем опровержении Сатириха одном из главных своих сочинений, им было написано три сочинения по этому вопросу, но центральное, очевидно, является опровержение Сатириха. Он неожиданно обращается к вопросу о том, какое есть различие между Богом и Божеством. В частности, он пишет, «Божество – это природа или существование, по-гречески хипроксис – Бога. А Бог – есть природное имя и общее имя тех личных ипостасей, в которых созерцается природа. Божество – едино и нераздельно, а Бог по природе неразделен, но разделяем по лицам». И из этого он делает вывод. Слово, то есть имеется в виду вторая ипостась Троица, Бог Слова, есть нечто иное от Божества, в нем созерцаемого. То есть, на мой взгляд, совершенно очевидно, что Николай Мифонский разделяет, реально разделяет Божественную природу и ипостаси. То есть для него различие природы и ипостасей является реальным различием, а не различием сугубо, объясняемым сугубо, скажем так, сугубыми особенностями человеческого разума и неспособностью разума понять тайну Троицы. Мне кажется, те слова, которые я процитировал последними, они являются совершенно невозможными для Фома Аквинского или для Ансельма. Я сильно подозреваю, может быть, меня кто-нибудь поправит, но у меня впечатление, что они невозможны также и для каппадокийцев, для богословской традиции традиции отцов, греческих отцов. Поскольку реальное различие, которое существует в Троице, это лишь различие между ипостасями. Может быть, о том, что отец – это не сын, сын – это не отец и не святой дух, святой дух – это не отец и не сын, но все они являются Богом и божеством. И каждый из них является Богом, и каждый из них – Бог. А Николай Мефонский в тех словах, которые я произнес, которые я прочитал, очевидно думает иначе. Очевидно, что для него различие между Богом и ипостасями – это различие реальное. Мне кажется, что именно такой подход, при котором различие между божественной природой и ипостасями является различием реальным, собственно говоря, и делает возможной ту перспективу, в которой рассуждали об исхождении святого духа Фотий и другие греческие авторы после него, при том, что между ними были заметные различия, и совершенно нельзя сказать, что все руководствовались в своих рассуждениях именно тем, что написал Фотий. Но у Фотия, я говорю еще раз, это слова Николая Мефонского, автора XII века, которая, тем не менее, немало написала об исхождении святого духа, более или менее старая, изначально он старался следовать Фотию, потом он в той мере, в какой он все больше и больше погружался в тему, он, как мне кажется, проявлял самостоятельность в своих рассуждениях. И у Фотия этих слов, процедуруя слов Николая Мефонского, я не видел. Но мне кажется, что именно они позволяют нам понять, как могло получиться так, что представление об исхождении святого духа от одних отца и сына оказалось отвергнутым со стороны множества византийских, греческих богословов. Я бы сейчас предпочел остановиться. Если есть какие-то вопросы, то я бы постарался на них ответить и при необходимости развить тематику, потому что можно было бы обратиться к отдельной особой теме, а именно к тому, насколько византийские полемисты зависели от Фотия. Как я сказал, в IX веке есть два автора, которые пишут об этом вопросе, два греческих автора, которые пишут об этом вопросе. Один автор – это Фотий, другой – Никита Византийский. И уже они подходят к вопросу не совсем одинаково, хотя, по всей видимости, Никита Византийский опирался на то, что сделал Фотий во-первых, не совсем ясно, на какое именно сочинение Фотия он опирался, потому что в Фотии было три сочинения, посвященные вопросу, и не совсем ясно. Очевидно, что первым автором, кто обратился к проблематике, был именно Фотий, а не Никита. А вот учитывал ли Никита второе сочинение об этом вопросе, посвященное этому вопросу Фотием, это не совсем ясно. И подход Никита отличался от подхода патриарха Фотием, он был более, на мой взгляд, скажем так, более творческим и в то же время более, как мне кажется, более обращенным к патристике, к тому, что написали святые отцы. и вот это различие между Фотием и Никитой Византийским, оно более-менее проявляется, можем сказать, так, в последующей византийской полемике, потому что, с одной стороны, есть авторы, которые стараются лишь воспроизвести то, что верно воспроизвести все те идеи, которые были даны Фотием, или варьировать их в очень узких пределах, и были те авторы, которые старались, скажем так, проявить некоторый творческий подход и отойти от того набора доводов, который был представлен патриархом Фотием. Но это, может быть, особая тема. спасибо за внимание. Спасибо большое. Тогда мы можем прийти к дискуссии постепенно. У кого есть вопросы, я принесу микрофон. Или, может быть, замечания и комментарии какие-то. У меня на самом деле тоже есть вопросы. У меня есть вопросы, на самом деле, да, можно я начну себя воспользоваться случаем. И, насколько я понимаю, из того, что вы сказали о Фотием и дальше из вашей цитаты, следовало, что речь идет, получается, в этом вопросе Филиокова о двух разных парадигмах богословия, можно сказать, двух методологиях того, как вообще понимать триодологию и говорить о триодологии. и при этом вы также сказали, что, скажем, по-вашему, у капотокийцев это, возможно, этого различия еще не было в их время. Если это так, то в какой момент, как у вас есть какие-то соображения, в какой момент появляется это различие в богословствовании, да, и с чем это связано? Мне кажется, как раз в футе, мне кажется, потому что, если мы говорим, собственно говоря, о самом положении исхождения Святого Духа от Отца и от Сына или через Сына, то мы видим в греческом ареале довольно большой набор формулы рогов. Во-первых, есть формула от Отца через Сына, которая встречается, насколько я помню, у Василия Великого, у Афанасия Великого. От Отца и Сына мне известно из греческих авторов у Кирилла Александрийского, по крайней мере, в двух местах эта формулировка. Потом вопрос встал еще когда, в V веке, там была полемика связанная с Федоритом Кирским, опять же, что-то похожее на от Отца и Сына есть, по-моему, у Епифания Соломинского. То есть, кто-то из греческих авторов, у Григория Ницкого есть очень похожий по смыслу высказывания. Наконец, Максим Исповедник в VII веке в письме пресвитеру Марину пишет о том, что есть у нас здесь в Кастинополе идут дебаты по поводу того, что в Латинской Церкви говорят от Отца и Сына. Он говорит о том, что на самом деле в этом ничего плохого нет, если иметь в виду то, что Святой Дух происходит от Отца через Сына. По всей видимости имеется в виду именно это. То есть, он эту формулировку находил допустимой. Иоанн Дамаскин пишет о том, что мы не говорим от Отца и Сына. Иоанн Дамаскин отвергает формулировку от Отца и Сына, но отвергает ее довольно корректным образом. То есть, он отвергает и говорит, мы не говорим. То есть, он не говорит, что я там не верю, или я считаю, что это невозможно и неправильно, да, он это делает, скажем так, корректно, выражаясь современным языком. Мне кажется, что, ну, собственно говоря, это мысль не моя, это мысль, которую отстаивал Херген Рётер в XIX веке, вот как раз в этих своих замечаниях к сочинению Фоти о тайноводстве Святого Духа, о тайноводстве об исхожении Святого Духа. И как раз Херген Рётер доказывал там и позже в своём трёхтомнике о Фоти, о том, что, собственно говоря, это богословие, богословие Фоти является совершенно новым, оно не репрезентативно, скажем так, для греческой традиции, Фоти выступает, в самом деле, новатором в каком-то смысле для византийского богословия. Я не вижу оснований к тому, чтобы отвергать подход Херген Рётера. Можно добавить, что трёхтомник Херген Рётера в каком-то смысле является лучшим, что было написано до сих пор о событиях IX века, потому что позже в XX веке появилась книга дворника «Схизма Фоти». И эта книга приобрела популярность, известную популярность в научном мире, то есть, скажем так, на неё стало принятым ссылаться, и ссылаются до сих пор, но, к сожалению, огромное количество того, что доказывал в этой книге дворник, совершенно не выдерживает критики. В частности, его положение о том, что было, что второй «Схизма Фоти», так называемый второй «Схизма», то есть, его второй «Схизма» в 880-х годах с римским престолом не было. Это была его идея. Он говорил о том, что была «Схизма» между Фотием и папой Николаем в 860-х годах. Потом в 867 году папа Николай умирает, а в Византии меняется власть. Фотий на какое-то время идёт в ссылку. Потом, после кончины патриарха Игнатия Фотий, возвращается на престол. В 879-80-х годах собирается Константинопольский собор, на котором присутствуют легаты Папы Иоанна VIII. И дворник доказывал, что потом всё было прекрасно. Папа Иоанн VIII принял решение собора 879-80-го года. И потом никакого ухудшения отношений между Фотием и римским престолом при последующих папах не было. Дело в том, что тогда, в 80-х годах, сменилось быстро, в течение короткого времени несколько пап на римском престоле. И по помине дворника разделения церквей не было. В то время как его аргументация, как я сказал, не выдерживает критики. И уже просто сами по себе те сочинения, которые Фотий написал в те времена, в 88-х годах по поводу Филиоквы, ясно показывают, что у него, как я полагаю, у него были основания вновь поднимать эту полемику. И очевидно, этим основанием было то, что некоторые из тех пап, которые после Иоанна VIII занимали престол, не хотели признавать Фотия как законного патриарха. Спасибо. Давайте тогда еще дадим слово. Что касается Фотия. 20 лет назад я, конечно, бы стал сильно полемизировать, но сейчас у меня агностицизм в отношении Фотия. Конечно, в 1886 году Фотия был не сложен, и местогогию Святого Духа, вот это произведение, о котором сейчас шла речь, он написал уже, видимо, не изложенным. Но обстоятельства этого пребывания Фотия в это время нам неизвестны. В целом же Фотия оказался очень непознанным богословом, потому что его богословские сочинения хорошо изданы были только в конце XX века, и они почти еще не прочитаны. И вот когда недавно я там столкнулся, что он вроде пересказывает Федора Студита, но совершенно его перевирает в христологии, и, видимо, видно, что он не понял, что он там пишет. Поэтому именно про Фотия, мне кажется, нужно сейчас начать его изучать. И с современными знаниями и традицией патристики, которая предшествовала Фотия и последовала, тоже не лишняя. Никто к нему не обращался. В общем, представление о нем достаточно пещерное. Поэтому я предпочел бы всю тему Фотия просто вынести за скобки и вас под жирным знаком вопроса. Хотя, вероятно, в ближайшие лет 10 уже что-то на эту тему появится такое всерьез. А что касается эстратиникийского, то я хочу подчеркнуть, что что сделал Алексей Бармин в этой книге, а отчасти уже в той книге, которая вышла в 2010 году. Издал корпус, самый большой корпус, до сих пор остававшийся неизданным, из антилатинской полемики, особенно триодологической полемики. Все знали, что существуют эти сочинения эстратиникийского, но ни у кого не доходили руки их издать. Вот было несколько больших таких лаконов. Сочинения Никиты Стефата на грузинском, но они как-то вышли, которые сохранились до XI века. От XII века эстратиникийская, от начала XII века, и вот антроника матирующего до сих пор у нас пока не... Но это более компилитивное сочинение, поэтому там менее, может быть, важно. И поэтому сейчас заполнена огромнейшая лакуна. И вот что теперь... Да, а при этом эстратиникийский – это такой очень интригующий автор, потому что он оказался, с одной стороны, самым влиятельным философом не только своего времени, вот понятно, как коммендатор Аристотеля, но он еще и вот с тех пор остается одним из основных лизантийских коммендаторов Аристотеля. То есть все эти сочинения читали и знали. Сейчас они вот изданы в XIX веке были еще и тоже вошли в традицию. При этом он самый скандальный, потому что он участвовал в нескольких процессах, связанных с какой-то догматической полемикой. Было еще два больших процесса, в которых он участвовал. Один – это многократный, так сказать, процесс полемики с латининами. Это то, чем занимается Алексей. Но еще была полемика с армянами, которая плохо изучена и в которой он участвовал. И полемика с Львом Халкидонским, внутри византийская. И что касается… Во всех этих полемиках он предстает как несколько оригинальных богослов, которые, если на кого-то и похожи, то на Иоанна и Итала, может быть, местами. Но в целом все равно оригинальные богословы. И отличается очень сильно не только от Фоти, от византийской традиции. К известному он был в 1117 году осужден за криптонистерианство, то есть за христологическую ересь. Соответствующие сочинения его сожжены и до нас не дошли, хотя какими-то косвенными данными мы располагаем о их содержании. Но всякая такая нетривиальная христология находится в других его сочинениях, которые более ранее относятся к полемике с армянами. И, между прочим, в том, что и издал Алексей. Алексей в своем издании нынешнем в одном случае отмечает совершенно справедливо, что когда Евстратий Никейский пишет, что «Отец мой более мя есть» в Евангелии, это нельзя, он пишет, трактовать в том смысле, что отец – причина сына, но нельзя трактовать в том смысле, что это сказано по человечеству. То, что причина – это вполне традиционно, опять же Алексей это справедливо отмечает, а вот то, что нельзя отмечать, что это сказано по человечеству, здесь Евстратий Никейский расходится с византийским консенсусом. Это так и есть, причем расходится нестариански. И когда он говорит, что человечество не относится к Троице никак, поэтому отношения между отцом и сыном никак не могут характеризоваться через человечество. Этим он просто отрицает воплощение Логоса, что именно тело Логоса. Поэтому воплощение означает, что тело стало телом Логоса, и в силу этого оно отдельно рассматриваться не может. Если может, то привет, это нестарианство. Вот, собственно говоря, Алексей, может быть, так сказать, не эксплицировал все, что я сейчас досказал, но совершенно справедливо это отметил. И вот в отношении, собственно, триодологии, это мое главное соображение, там тоже есть, вот в одном из этих сочинений сейчас изданных, как минимум одно место крайне странное для Византии, и наоборот, кстати, в контексте Капамы Аквинского совершенно нормальное. В одном случае прямо отождествляет термин «ипостась», запятая, или там «игунт», что-то такое там, и «ипостась» или «идиотис». То есть он… Ты говоришь о ком? Сейчас о ком? А не в стратегии, не в том, что ты сейчас сказал. Да-да-да. Что он отождествляет «ипостась», это совершенно буквально написано, с «ипостасной особенностью». Но вообще на Востоке такое делал только Александрийский монофизистский патриарх Дамиан в конце 6-го, начало 7-го века. Это был огромнейший скандал. То есть это означало… Никита Византийский, который спрыл на стороне Фоти, прямо это написал. «ипостась» и «идиотис». Не в контексте, а вообще писал? В контексте с полемикой поводу Филиппуни в самом конце, его северистических глав. Мы рассматриваем от «ипостаси» только идиомы, такой контекст. Мы не рассматриваем… Мы говорим об «ипостаси», но имеем в виду сейчас только идиомы. Или может быть контекст, как вот сейчас у «ипостаси», что «ипостаси» — это и есть идиомы. Я вот про Никита думаю, надо отдельно смотреть, что там Никита имел в виду. Но вот с «ипостаси» это примерно так. И вот поскольку для «Востока» более раннего, и для Фотиев тоже это было бы невозможно, потому что, ну, мне кажется, хотя не знаю, сейчас я же про Фотиев ничего не поручусь, потому что настолько поражен тем, что я недавно него прочитал при внимательном чтении. Но вообще, что означает реальность «ипостаси», когда мы ее различаем? Ну, вот Дамиан тоже считал, что он различает реальность «ипостаси», но он считал, что реально отличаются только сами «ипостасные особенности». В этом и смысл различия реальности «ипостаси». Что мы видим в мейнстриме латинской схоластики, начиная с Фомы Аквинского? Что, да, они говорят, реально различаются «ипостаси», но различие заключается в том, что это реальное различие «реляционес», «реляцио», то есть разные три отношения. Да, и в этом реальность. Византийцы на это отвечали, уже те, кто со схоластами спорили, что это, извините, нереальность, это вы сувелианское смешение будете. Это, кстати, Марки Фески во Флоренции примерно. Да, это же более быстрее. Да, это потом, когда уже спорили со схоластами. А мы сейчас, когда еще не было схоластов, еще не было Фомы Аквинского. Но вот здесь мы видим, наоборот, у византийского автора, который жил прежде Фомы Аквинского, видим, собственно, это отождествление «ипостаси» с «ипостасной особенностью», которое, собственно, и всегда может интерпретироваться как «реляция», и которое в старой византийской истории VI века было в виде возникшей как оппозиции Иоанна Филопонна с его тритеизмом «Триодология Демиана Александрийского». Мне кажется, это крайне интересно. Если это было у Никиты Византийского, то это, мне кажется, тоже стоит посмотреть и изучить. Да, я, конечно, тоже поддерживаю сказанное Херкенрётере. В общем-то, книга, к сожалению, великому, она не устарела, потому что это ужас, 1860-е годы, и скорее вот то, что появилось потом на тему богословия, оно, может быть, даже как-то шло в минус, заслоняло, да. Да, и заключая, конечно, истратий Никейский, это такой Иоанн Филопон маленький своего времени, он не такой был гений всеохватывающий, как Иоанн Филопон, но это был выдающийся философ, который занимался богословием, который богословием занимался по-своему, и до сих пор не вполне понятно, что он там имел в виду на самом деле, даже если вот брать его вне той крайности, за которую его формально осудили в 1117 году, и он внешним образом вынужден был покаяться, что там дальше с ним произошло неизвестно, уже дальше биографических сведений о нем нет. Но благодаря тому, что сейчас опубликовал Алексей Бармин, мы можем сказать, что что-то такое вот важное приоткрывается, вот особенно через эти вот два момента, что там все-таки совершенно четкий нестарианский уклон в триодологии, когда он отрицает правомерность «Отец мой более у меня есть по человечеству». И вот фактически такая позиция Фомы Аквинского, что ипостась или ипостасная особенность, идиотис. Но я бы сказал, что это позиция, собственно, Дамиана Александрийского. Но это, в общем, тоже тема большая, которой нужно заниматься. Мне кажется, вообще эта тема важная для наших, с одной стороны, для тех, кто занимается схоластикой мейнстримной, потому что есть еще позиция Дунса-Скота, которая несколько другая. И, с другой стороны, теми, кто занимается крестьянским Востоком. Вот эти... Такое... То, что с византийской точки зрения называется новым савилианством, а с корректной научной точки зрения это, можно сказать, попытка представить реальность различия ипостаси как реальность различия особенностей. Спасибо. Не мне. Спасибо большое за комментарий. Еще вопросы или добавления? У меня ряд вопросов, но я задам один, может быть, останется время для других. Вы предложили задаться вопросом, насколько византийская полемика зависела от Фотия. Поскольку предложили Фотия вынести за скобки рассмотрение, может быть, можно сейчас задаться вопросом, насколько византийская полемика зависела от латинского ответа на эту полемику? Состоялся ли хоть в каком-то степени этот диалог? Или это все время было контр-латинно-садвертство к краникозу? Спасибо. Если говорить о 11-12 веках, то есть о том материале, ну, даже о 9-12 веках, то есть о том материале, который мне лучше всего знаком, то здесь я никакой зависимости не вижу. Потому что в 1867 году появились, по крайней мере, два ответа Фотию, ну, точнее, было два сочинения латинских, как минимум два сочинения, может быть, было еще третье, латинских авторов, посвященных вопросу об исхождении Святого Духа. Но очевидно, что их авторы не были знакомы с аргументацией Фотия. И потом, позже, когда Фотия писал уже в 1886 году, по всей видимости, свое сочинение латиньоводства об исхождении Святого Духа, Херргенератор предполагал, что, может быть, он что-то знал о тех ответах, которые были ему даны, может быть, по мнению Херргенератора, в пересказе. Потому что очевидно, что сами тексты у него не были перед глазами, вне всякого сомнения. Но если какой-то пересказ и был, то это был пересказ лишь крайне общий. И убийственных доводов того, что Фотий знал, представлял себе те доводы, которые к тому времени прозвучали на Латинском Западе у нас нет. Позже, если говорить о более позднем времени, ну, как таковая полемика об исхождении Святого Духа возобновляется активно уже в XII веке, в начале XII века. Потому что в XI веке практически она не ведется, тогда спор идет либо о литургическом хлебе, либо об обрядовых, других обрядовых и бытовых различиях. Нет, в XII веке совершенно очевидно, что византийская полемика независима от тех доводов, которые звучат на Западе. Позже, XIII век, XIV век, XV, я пытаюсь вспомнить каких-то авторов, которые бы показывали знакомства. Сейчас я не могу вспомнить ни одного автора. Я допускаю, что где-то на более позднем материале наверняка, я думаю, что почти наверняка какие-то доводы появились, но сейчас я не могу вспомнить. Может быть, я не знаю, Геннадий Сахаларий. В Сахаларии появляется какая-то аргументация, которая прямо вызвана знакомством с какими-то западными сочинениями. В XIV веке появляется, два автора, Юн Хабасева и Кайсан-Геликут. Они, по-моему, ангрицы уже считали в переводе. Ну, да. И там просто большие карта-то такие. Ну, да, да, да. То есть, да, византийские полемисты реагировали на ту латинскую аргументацию, которую представляли приехавшие западные полемисты. То есть, они вот конкретно отвечали на доводы какого-нибудь приехавшего кардинала или какого-нибудь еще западного полемиста. А уже какой-то поток латинской литературы, и прежде всего это Фома Аквинский, он начинается в XIV веке, когда делаются переводы. И прямо в середине XIV века два полемистских автора пишут очень большие трактаты об исхождении, о Святом Духе, даже не только об его исхождении, которые касаются уже именно латинской схоластики. Это Нил Кавасева и Калист Ангеликут. Сочинение Нила Кавасева частично было издано еще в 1945 году, а полностью в начале уже этого века, а сочинение Калист Ангеликута полностью не издано до сих пор. Вообще очень интересный автор, он сохранился. Есть диссертация парижская, в которой издано одно из 30 там чем-то слов. И по-моему, все. Может быть, я что-то пропустил, конечно, честно говоря, не всю библиографию эту знаю. А потом, конечно, уже было принято что-то знать конкретное про схоластику, и потом появляется уже в 15 веке Геннадий Схоларий, который не просто знает, а сам переводит Фому Аквинского. То есть он уже читал все на латыни, и несколько томов в современном убористом издании. Это сделаны им, причем по автографам опубликованные переводы. И на одной из рукописей своих переводов Фомы Аквинского он написал из себя такое восклицание о божественной Фома. Если бы ты только родился не на Западе, а на Востоке, тогда и в богословии ты был бы тем же, чем ты являешься в философии. Это я практически дословно сказал, почти ничего не переврав, надеюсь. А вообще надо сказать, что с конца 13 века позиция византийских полемистов заключалась в том, что выражение филиоквы как таковое мы не оспариваем. Более того, если латинине очень хотят ввести его в символ веры, нарушив постановление Третьего Вселенского собора, то они очень неправы, они плохо это делают, но ладно, пусть вносят. То есть здесь мы тоже уступим, из-за этого не будем считать это поводом для разделения церкви. Вопрос не в том, что можно или нельзя говорить филиоквы, пожалуйста, можно, мы сами можем сказать, если что, но в том, что какой смысл мы в это вкладываем. Вот не смогли договориться. Такой резкий поворот в сторону латинства византийский мейнстрим совершил в 1285 году на Влахеронском соборе почти сразу, через два года после расторжения Леонской унии, заключенной в 1274 году. А до этого был Никифоров Лимит, но это тоже своеобразный богослов, который... Ну, Никифоров Лимит, он же менял взгляды, да, так же, собственно говоря, и в страте Никийский, то есть и в Лимиде, и у него... Не факт, что он менял взгляды, он менял полемическую тактику, но что он именно менял взгляды, из этого вывести нельзя. Я просто в данном случае пересказывал мнение Ставру, который издал в Лимиде. Мы много об этом говорили и переписывались, естественно. Ставру, он издал все наследие Никифоров Лимидов, включая мелкие, но оказалось очень важное, неопубликованное сочинение, там, на пару страничек, но которые позволяли сделать однозначные выводы о его мысли. До этого были разные толкования. Особенность Никифоров Лимидов по сравнению с теми, кто был до и после, в 1250-е годы, когда он так вот ближе принял латинскую точку зрения, вот в этом смысле я согласен со всеми, собственно, Ставру придумала это консенсус относительно старый. Сначала в ранних сочинениях Никифоров Лимид в XIII веке повторял линию, которая тогда воспринималась как «Линия Фотия», но это вот сложный был такой генезис. И потом он в 1250-е годы стал писать о том, как мы можем принять филиоквы, на каких условиях. И вот здесь он оставил два больших сочинения и несколько небольших совсем, которые в совокупности дают такую позицию своеобразную, что да, от отца через сына, но при этом он настаивает на том, что обязательно порядок ипостаси должен быть, что только дух через сына, а вот сын через дух и нельзя. Вот в маленьком сочинении, которое Ставру впервые опубликовал, вот прямо это эксплицировано, а в больших сочинениях там можно по-разному толковать. И вот при таком... Ставру считает, что он был человеком какой-то совершенно своей эпохи, какой-то я не очень понимаю, в чем ее особенность, но она была, согласно Ставру, совершенно особенной, когда... Это наше с ним только неизданное переписки и личное общение, усты к устам, так сказать. И поэтому мы не можем как-то вот локализировать в рамках этой самой полемики Никифоров лимита. Мне кажется, что он принял субординационизм в ослабленной версии все-таки. И тогда прав давний критик из Ставру именем Ларше. Получается, что его интуиция не подвела. И отец Дмитрия Станилуая, которые считали, что Никифоров лимит сдвинулся в сторону Латинина и дрогнул. Ставру, я помню свое общение с ним, он доказывал, доказывает сейчас, что вначале лимит дрогнул, а потом он... То есть у него развитие было примерно как у Геннадия с Халария. Вначале он был к ним ближе, а потом он стал от них отдаляться. Не, но самые-то ранние его... Они такие же, как у Фути. Там парочка таких небольших сочинений. А потом важно, что вот конечное его сочинение, которое безусловно, это последняя его позиция, вот оно заключается в том, что мы допускаем через Духа через Сына, но не допускаем Сына через Духа. А для Византии очень важно, что в том смысле, в каком мы можем допустить филиоквы, мы в этом же смысле можем допустить то, что современные богословы говорят спиритуквы. Да, но тут, как бы, это не совсем уже в лимит... Вообще говоря, последняя точка этого византийского развития – это Иосиф Вриени, богослов, который прославился на этом поприще уже в 70-летнем возрасте в 1420-е годы, в 20-22 годах. Он такую серию лекций издал, и вот там это все прямо подробно, эксплицировано. Вот Ставру поднимает и соглашается, что между Никифором Влимидом и Иосифом Вриением есть большое различие. Но мне кажется, что именно Иосиф Вриени, вот эту восточную традицию, я подчеркиваю, что место Фотия мне неизвестно сейчас, но вот эту большую восточную традицию эксплицирует. А Никифоров Влимид все-таки явно уклоняется к латининам. Но в данном случае все-таки мы больше держимся, мы о чем мы больше говорим, о Филеокфе или о эстрате Никиста? По-моему, вопрос был о том, насколько вариации в полемике вокруг Филеокфа были обусловлены влиянием, точнее необходимостью дать ответ на латинское сочинение. Тогда все-таки надо начинать с Никифора Влимиды, потому что хотя он и не читал, вот уже начинавшись тогда сколастики, но он общался с латининами, которые приезжали, полемизировали, думали, и он вот дрогнул в их сторону. А его последователь в богословии, Григорий Кипрский, который стал патриархом, но он был богословом по нужде, вообще он был гуманист и вообще занимался всякими интересными сочинениями, богословия не любил, но пришлось. И вот он эти все вещи обходит у Никифора Влимиды. И он говорит то, что потом будет повторить полома, развивая. Может быть, да. Может быть. Спасибо. Нет, опять же не мне. Как вам? Простите, два момента. Первое представится, и второе, современное состояние. О, я не знаю, как мне представиться, потому что я лучше расскажу. Вот по всем этим работам по византинистике я обычно подписываю Василий Лурье. Василий Лурье. Да, да. Но я автор тоже разных работ по византинистике и довольно много по этой греко-латинской полемики. Поэтому мы с Алексеем знакомы с конца 80-х годов еще и в каком-то смысле являемся даже такими узкими коллегами. Что касается современного положения, то, естественно, что много точек зрения. В 20 веке появилась среди католических богословов такая вот тенденция увлекаться спиритуквой. И, с другой стороны, используя наследие Сергия Булгакова, наш парижский богослов Павел Евдокимов, тоже об этом много чего написал. Вот, собственно, с его подачи-то и католики некоторые подхватили. Причем их спиритуквы – это не настоящая спиритуква, а это как раз симметрия. Настоящая спиритуква. То есть вот сын через духа, но больше никак, но не симметрично. Но дух не через сына. Это есть такое учение только в Эфиопии. Было. Сейчас уже нет. Там много разных учений было в Эфиопии. И вот там, если вообще что-то... Когда ты думаешь, что вот, а не пришло ли кому-нибудь в голову вот так? Надо идти в византийский 6 век. Скорее всего, да. Но иногда нет. Тогда надо идти в Эфиопию. И точно уже все будет. И вот с учением, которое прямо противоположно латинскому филиоквы в точной зеркальной симметрии, это только в Эфиопии. А вот то, что вы говорите, современное, да, спиритуквы. И то, что они так вот называют спиритуквы, это имеется в виду, что и филиоквы, и спиритуквы. Но это не означает, что здесь будет обязательно совпадение с православием. Потому что, да, вот в этом моменте симметрия совпадение. Но как они понимают сам процесс исхождения? Он же может как угодно можно понимать, все будет симметрично. Поэтому, мне кажется, вот в этих латинских богословах совершенно другое понимание того, что такое ипостаси. Оно остается у них примерно таким же, как было с холастикой. Только они делают его симметрично. Вообще самая-то главная проблема православного богословия в том, что оно, ну это мое понимание в Византии, что оно неконсистентно, оно предполагает реальные противоречия, когда мы говорим о Боге. То есть утверждается реальность различия ипостасей, при этом утверждается их тождественность при реальности различия. То есть это эксплицитное противоречие практически. У Евагрия Понтийского, который был личным учеником просто Григория Богослова, есть такое место в гнастических главах, правда, что Троица святая отличается от Троицы чисел, потому что до Троицы там не идет двоица, то есть до трех не идет два, и после трех не идет четыре. То есть там нет такого, что раз, два, три, и получилась Троица. Вообще нет никакого порядка. А это такая Троица, такое три, перед которым не идет два. Это пишет ученик непосредственно Григория Богослова, и, видимо, в этом смысле верный ученик, потому что есть достаточно все-таки близкие места и у Григория Богослова, но просто наиболее эксплицитное у Евагрия Понтийского. Это гнастические главы, так называемые, на сирийском сохранилось только. Но вот, и все варианты триодологии как современные, сейчас еще моду такая в аналитической теологии, так называемой, придумать разные триодологии, они все, и разные варианты схоластики, вот мейнстримные, которые мы обсуждали, и другой у Дунса Скотта, они все построены так, чтобы избежать противоречия. А византийское аутентичное ученино построено, наоборот, чтобы противоречие было. Вот, и мне кажется, что здесь вот главное различие, и никакие современные экуменические попытки что-то вот найти общее, найти какой-то компромисс, они совершенно сюда не идут. Ну, я вообще следил, конечно, к некоторым. Ну, опять же, я стараюсь все-таки оставаться историком, а не богословом. Вот, как мне кажется, ты, как раз, напротив, стараешься рассуждать об этом как богослов, некий... Историк богословия, да. Вот это все-таки разные вещи, потому что историк богословия, историческое богословие, да, это одно, а историк богословской литературы, на мой взгляд, это все-таки другое. Разница в том, что богослов, он всегда, конфессионалян, он всегда пытается представлять какую-то традицию, определенную конфессиональную традицию. Историк, напротив, для историка конфессиональность, она, это обвинение. Это, да. Это тоже обвинение, не надо, я никакое, не хочу. Если бы я хотел представить традицию, то у нас получается, что краеугольный камень, а я выступаю с акнестицизмом относительно Фотия. Это хороша традиция. Нет, я тут тоже выступаю, это вполне научная позиция. Есть одно дело история текстов, которые больше занимаешься, это другое дело история идей, которые больше занимаюсь я. Хотя я тоже занимаюсь историей текстов, а ты занимаешься историей идей. Да, вот, в США верно, да. Ну вот, поэтому мы пересекаемся. Но когда мы занимаемся историей чего-то, мы стоим на научной точке зрения. Мне бы хотелось, например, чтобы Фотия был точно как Иосиф Вриени и как Григорий Палама, что все у них было одинаково. Но я знаю, что это не так. Это конфессионально, я бы хотел, чтобы было совсем не так, как мне приходится сталкиваться. То есть я признаю всякие неприятные для меня вещи конфессионально, потому что тут надо уйти со своей конфессиональной предпочтением, если ты занимаешься историей чего бы то ни было. Да, конечно. Ну вот я и ухожу. Но другое дело, что мы также можем исторически рассматривать и историю современности, наши современные попытки построить то или иное богословие. Тем более они сами ссылаются на прецедент наших средневековых традиций. В общем, мне кажется, что хорошо было бы здесь, чтобы кто-нибудь с хорошим знанием схоластики посмотрел бы, ну или хотя бы вдвоем с кем-нибудь, чтобы у одного было знание схоластики, у другого знание византийских традиций, посмотрел бы, не повторяет ли схоластика в мейнстриме Фомы Аквинского и так далее, той теории, которая была вызвана Демианом Александрийским. Потому что мне кажется, что почти то же самое. Но это все-таки непрофессиональный взгляд. Может быть, да. Вот. Так что здесь есть над чем подумать. Конечно, современные всякие богословы, которые им нужно придумать какого-то бога-философа, чтобы он при этом был троечный. Это же проблема. Не проблема, а хочется. Потому что иначе, если не троечность, что же мы какие-то на обочине всего прогресса, который был связан с христианством и с троечностью. Что есть, конечно, философы, которые говорят, нет, ладно, бог пусть будет, но пусть он будет один. Сказано один так один, никакой троечности. Это тоже популярная позиция, которая легко защищает сама себя. Вот некоторые хотят, чтобы бог был троечный. И вот у них уже просто интересно, с некоторым знанием византийского бэкграунда ты каждому можешь представить, какую византийскую ересь он повторяет, этот очередной аналитический философ. Потому что они хотят, чтобы не было противоречия. Но можно, конечно, и дальше в этом двигаться. Я хочу сказать, что сами византийцы очень старались, чтобы противоречия не было. И у Фоти прекрасно видно, что он постоянно как раз когда он спорит, он говорит, вот видите, у вас филёкают, вы натакаетесь на такие, на такие противоречия. То же самое, видимо, у других полемистов. Ты говоришь... Про Фоти я согласен, а про византийскую традицию нет. Потому что я процитирую сейчас из Евагрия, но я процитирую из Григория Богослова. Как раз он опровергает Евномианина во второе слово о сыне, говоря, что ты хочешь непременно, чтобы каждое утверждение было либо истинным, либо ложным. А посмотри утверждение «Я лгу». Друг параллок «Залжеца» знаменитый. Дальше он его трактует в том смысле, что оно не является истинным или ложным. И ещё там даёт некоторые примеры парадоксов. И говорит, что относительно троицы мы должны мыслить парадоксально, что там есть вещи, которые не являются истинными и ложными. То есть он совершенно эксплицитно пишет Григорий Богослов, адрес даю, второе слово о сыне, или второе богословское, ну, в общем, второе богословское, где парадокс «Залжеца», что о троице нужно думать парадоксально. Вот это просто его позиция. И в номе потому и еретик, что он думает непарадоксально, что он хочет загнать в Аристотеля. Здесь просто нет ничего, что противоречило бы латинской традиции, насколько я себе её представляю, скажем, ну, в частности, аквинату. Или, там, скажем, Ансельму кентерберийскому. То есть для них тоже мысль о том, что необходимо мыслить парадоксально, она отроится, она совершенно не чужда. Другое дело, что Ансельма, его онтологическое доказательство, многие читают его так, и я тоже его так читаю, между прочим, что сам понятие Бога парадоксально. Нельзя бы думать о Боге не парадоксально, но в этом онтологическом доказательстве нет ничего про троичность. Когда говорят про троичность, то, что различаются релиционы, это, то есть, отношения, это как раз способ убежать от парадоксальности, что нет, что есть что-то в Боге, что различное, назовём это отношениями, но сами по себе, не как релиционный отец, сын и дух, неразличны. Или они различны? Отец, Бог и Сын, Бог и Святой Дух, Бог, и они все один Бог. Ну так все говорят. Ну вот, да, нет, ну, 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 да, все говорят. Не так, не так, не так, не так, не так, не так. Да, да, да. Это, в общем, то, что выносите застокки, когда мы обсуждаем эти темы. Ну, в общем, здесь, да, есть что смотреть. Ну, извините, извините, да, другие вопросы, да. Всё-таки вопрос, выходим. Я хочу спросить, ну, вот это противоречие, которое Вы отметили, оно кем-то ещё отмечается, или это Ваше противоречие? Ну, если оно Григорием Богословым отмечается, если Григорий Богослов прямо редкий очень в византийском богословии случай эксплицитно обсуждает парадокс лжеца, кстати, тогда известный, но плохо известный, именно для того, чтобы обосновать свою позицию в триодологическом споре. Если его ученик Ивагрии говорит о том, что мы считаем до трёх, перескакивая через два, два у нас нету двух, есть, кстати, похожее место Григория Богослова тоже, но там труднее его так разбирать, и у нас сразу появляется три. Это что же противоречие, на самом деле, здесь имплицитно только немножко, но оно почти эксплицитно. То это такие базовые тексты. Но дело в том, что если что-то есть у Григория Богослова, которое весь близко к тексту помнится наизусть его богословия, всеми, кто вообще о чём-то пишет, то Бизантия, то, собственно, этого уже достаточно. Но, конечно, если мы посмотрим ещё глубже, то мы находим довольно сложную теорию Максима Исповедника, которая тоже, конечно, глубоко, где заостряется разная вот эта противоречивость и парадоксальность. Но именно в триодологии Максима Исповедника я сейчас не смогу об этом говорить, не знаю. Потом кристология, конечно, тоже эта парадоксальность очень велика. И как раз вот Фоти и не понимает, пересказывая Фёдора Студита, что у него она вылетает, действительно. Так что вот Фоти неизвестный. А вот если можно ещё спросить, продолжая вопрос про современное состояние этого вопроса, вы сказали про то, что конфессиональность, ну, скажем так, это плохо для историка. А вот есть ли сейчас в современном западном католическом богословии кто-то, кто интересуется именно с конфессиональной точки зрения вопросом Фелиоковой и как-то его разрабатывает? Или, может быть, наоборот, кто-то, кто отстраняется от конфессии, ну, именно на Западе, скажем так, потому что если... или и на Западе, и на Византии. Я просто ничего об этом не знаю. Ну, вот скажем, я не знаю, вот, я не знаю, жив он или нет, был такой автор Горига, да, жив, да, который как раз написал книжку, как раз посвящённую проблеме Фелиоковой. Это центр истины, там целая компания, созданная в 70-е годы, сейчас она как-то повыдохлась, потому что они очень увлеклись максимумом исповедником, и потом их раскритиковали, потому что они именно как раз к конфессиональности приехали. Но если произвёл, то можно сказать, что Жек Ив Конгар, относительно недавно умер такой живой классик именно богословия, а не только науки, а хотя в науке он тоже кое-что сделал. Жек Ив Конгар, но это автор, который... Конгар? Конгар, да. Конгар, ну да, да. Ну вот он прежде всего вспоминается. Он, кстати, потом сначала отверг эту идею про спиритуквы, вот в симметричном плане, а потом, наоборот, она стала ему нравиться. Вышли мемуары о нём, его какой-то там ученицы, вот там это описано. Но он умер уже, не помню, в каком году, но это в 21 веке он уже умер, по-моему. Он умер, даже точно, когда он умер, он умер в 90-х годах, в 94-м или 95-м. В общем, на нашей памяти уже. Да, да, да. Потому что он умер как раз в тот день, когда моя диссертация обсуждалась в секторе Византина Византина. Я запомнил, да, потому что совпали два события. Моя диссертация была обсуждена и... Ну, вообще говоря, триодологии не так много, много кто за ним занимается. Да, но вот эти авторы, они... Про Центр истины я этого не скажу, как раз они такие немножко в сторону обличения Ере Сифатиан. А вот Конгар, они считаются модернистами и даже не то, что... Ну, Конгар, сразу сказать, что Конгар считался модернистом, поскольку он стал кардиналом в конце жизни. Он же стал кардиналом. Но все равно кардинал, мало ли кто был кардиналом. Даниилу был кардиналом. То есть нет, просто они же всегда были представлены, эти модернисты. Нет, но модернисты – это историческое понятие. Модернисты были... Модернизм был осужден по ППМ-10 в начале 20-го века. Да, конечно, да. То есть, безусловно, что Конгар и Даниилу, они чем-то были обязаны модернистам начала 20-го века. Но все-таки речь о... Нет, может быть, кто-то в чем угодно кого-то может обвинять. Я не знаю, может, кто-то обвиняет тебя в том, что ты модернист, или меня в том, что я модернист. Если быть строгим в словопотреблении, то называть модернистами лучше тех, кто здесь начали в 20-й век и были осуждены, соответственно, ПППМ-10. Для меня доходят некоторые отзвуки современной полемики внутри католичества, и там вот ругаются на этих авторов слово модернист. Да, ну, прекрасно, если посмотреть сайты нынешние, да, кто только у нас не записан в модернистах. Да, ну, понятно. Конечно, Конгар отличался тем, что он весьма хорошо знал Притания и Восточные Церкви. И у него, правда, и он считал, что это просто неправильно. Но он его знал чаще всего лучше, чем православные богословы, которые просто вот в матчасти путались. А он не путался, но он поэтому говорил, что вот они так, 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 но это неправильно, надо так. Но больше всего, конечно, споров вызывает. Все-таки для 20-го века главная тема – это христология была. Я не говорю про 21-й век, в котором мы живем, может, что-то изменится, но в 20-м точно была христология. И треодология шла уже как-то на прицепе, поэтому вот там трудно вспоминать фамилию. Дело в том, что, собственно, треодология всегда шла на прицепе. Да, и все, собственно, началось сейчас, что споры 11-го века были христологическими, и потом там как-то и у Хотья там еще много христологии еще в этой полемике, конечно. Да, и сейчас, собственно говоря, различие заключается в том, как многие пишут, что православный, так называемый православный конфессиональный маркер, который я употребляю безоценночно, то есть не выясняю, кто на самом деле православный, трактует 4-й собор через 5-й, а католики 5-й через 4-й. Хотя, причем это именно католическая формулировка, частая, Конгар, кстати, в том числе, Андре Далю, но тогда, если, непонятно, зачем тогда был нужен 5-й, если все равно его нужно понимать через 4-й. Но, конечно, можно что-нибудь написать. Ну, кто-нибудь из РПЦ пусть скажет, мы просто оба не принадлежим к РПЦ, поэтому вот кто-нибудь, кто принадлежит, может быть, скажет, узнает. Я предлагаю вернуться к Византии и к Филиокову, по возможности, потому что... Вопросы. В рамках византийского периода вы вот убедительно и наглядно продемонстрировали, что в византийский период учение Афилиокова не имело официального статуса ни в латинской церкви, ни наоборот, его отрицание не имело официального статуса в византийской церкви. Вот область моих научных исследований лежит в 14-м веке, я занимаюсь варламом калабрийским, и он предложил такой проект, вот мне интересно, как вот ваше личное мнение, насколько он был фантастическим для своей эпохи. Насколько он прозвучал созвучно или контурзвучно ей. Проект был следующий. Византийская церковь должна остаться при своем мнении, западная церковь должна остаться при своем мнении, и Филиоково таким образом провозглашается частным богословским мнением в рамках целой группы церквей на востоке или церкви на западе. Но при этом евхаристического единения такое различие в вероучении не должно вызывать. То есть не должно быть евхаристического единства? Не должно быть разделения. Не должно быть разделения. Должно быть единства при многообразии богословских взглядов на вопрос об исхождении духа. То есть не догматизировать этот вопрос, не подвергать анафеме ни то, ни другое учение. Я сам, разумеется, полностью за такую позицию. Я думаю, что Варлам Аклабийский был не один, и в более позднее время что-то очень схожие мысли высказывал Болотов, подпатрист, который издал тезисы Филиоквы в конце XIX века. Он их издал анонимно. Очевидно, что тезисы были написаны им, и схожие позиции как раз именно отстаивались. Эти тезисы были изданы им в контексте диалога со старокатоликами, потому что была старокатолическая церковь, образовалась после того, как был провозглашен догмат о непогрешимости Папы на Первом Ватиканском соборе. И с ними шла дискуссия, шли переговоры о возможности объединения с православной церковью. И как раз, в частности, обсуждался вопрос о Филиокве. И Болотов дал развернутые тезисы, по-моему, 27, если не ошибаюсь, или 28 тезисов, в которых говорилось, в частности, что вопрос, в принципе, не должен являться препятствием для ефреистического общения. Я думаю, что это вполне трезвая была позиция Варлаама. Я не знаю, когда он ее высказывал, в какой момент, потому что, опять же, позиция Варлаама тоже эволюционировала, насколько я помню. То есть его богословский взгляд эволюционировал. Насколько я себе представляю полемию к этому времени, был момент, когда его позицию можно было охарактеризовать, по крайней мере, Иоанн Мениндорф покойно характеризовал его как кантианца, или как там не кантианца. То есть он говорил о том, что, собственно, вопрос настолько сложный и запутанный, что лучше о нем как можно меньше высказываться. По крайней мере, в пересказе Мениндорфа, в его книге о пламе, позиция Варлама представлена именно так. Но в любом случае, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, я нахожусь, что эта позиция вполне здравая. Как вы считаете, как могла... То есть издатель работы Варлама называет эту позицию парадоксальной и абсурдной... Это Фиригус, да? Фиригус, да. Исходя из того окружения, в котором она была произнесена. Как вот... Ну и она действительно провалилась. Факт такой, что эта идея не была поддержана ни восточной, ни западной стороной. Он ее высказывал и там, и там. Но как вы думаете, вот... Ну, насколько она действительно была фантастической? Насколько она шла в противоречие со всем окружением Варлама? Может быть... Дело в том, что во время Варлама все-таки уже... Варлама – это XIV век, и в 1215 году уже было определено на Латеранском соборе, что католическая церковь верит в то, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, вне всякой связи с символом веры, с Костянопольским, или Никейским, или каким-либо другим. То есть само положение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, оно было призвано как обязательное для всей Церкви. Вот. И если Варлам в своей формулировке предлагал само по себе учение, считать с частным богословским мнением, тогда, очевидно, его позиция оказывалась нереальной, потому что непонятно, как можно менять догматику задним числом. Вы говорите о том, что вот тогда-то была принята догматическая формула, а теперь мы передумали и должны от нее отказаться. К сожалению, это издание Феррегаса Варлам я только видел однажды в библиотеке и в полной мере не представляю себе его позиции по этому вопросу. Если он настаивал на том, что само учение необходимо считать частным богословским мнением, тогда да, тогда это не очень реально. Если речь он ввела только о том, что символ веры может использоваться как в филеоку, так и без него, тогда это, по-моему, было более чем реально, потому что на самом деле, насколько я себе представляю, Рим не требовал от греческой церкви введения филеоку в символы. Хотя, конечно, когда была уния, скажем, во Флоренции и читали символ веры, то его читали по-гречески трижды с филеоку, да, но это, насколько я себе представляю, насколько я знаю, это не означало то, что от греков ожидали, что они ведут символ с филеоку у себя. Ну, Валам, естественно, говорил обучение. Он говорил обучение. Обучение, да. Что написано пером, не вырубишь топором. Определение Латеранского собора было определено Латеранского собора, и поэтому было бы, мне кажется, нереально было бы ожидать, чтобы церковь латинская от него отказалась. Больше нет вопросов или есть еще? Вопрос, связанный с почиванием ипостаси духа в сыне, которого немножко Фоти касался. А вот у латинских авторов обращалось какое-то внимание на этот аспект полемики по филеоку? Извините, Евгений Артемийович, какой именно аспект полемики? О том, что дух почивает в сыне ипостаси. А, то что дух почивает в сыне. Именно в латинской полемике вы спрашиваете, да? Так. Дух почивает в сыне. Сейчас мне сложно дать ответ на этот вопрос, потому что сейчас я не вспоминаю. Дело в том, что была целая серия латинских сочинений, которые были написаны еще в начале IX века по вопросу филеоку. Собственно говоря, парадокс полемики в том, что первыми стали писать об этом вопросе латинские авторы. В 1808 году греческий пресвитер Иоанн в Палестине услышал то, что латинские монахи-бенедиктинцы на Иллионской горе поют символ веры со словом филеоку, возмутился, стал их порицать. Тогда монахи-бенедиктинцы, франкские монахи, написали письмо, что они обратились к папе сначала, а папа уже прислал вопрос Карлу Великому, а тот прислал вопрос своим богословам. И так появилась целая серия сочинений разных авторов, франкских богословов, которые были посвящены к вопросу об исхождении Святого Духа. Я допускаю, что у кого-то из них что-то об этом было сказано, но в основном эти сочинения, или по крайней мере большая их часть, это просто наборы цитат из святых отцов, и преимущественно, опять же, латинских святых отцов, где говорится об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. В настоящий момент я не могу вспомнить, был ли какой-то латинский автор, который остановился бы на этом вопросе. У Анселями Кентерберийского я не помню никакого подобного выражения. Кто еще? Петр Думианин, не помню, чтобы он на этом останавливался. Гумберт в своих рассуждениях о Святом Духе, об исхождении Святого Духа, тоже сейчас я не помню, чтобы он затрагивал этот вопрос. Другие авторы XII века, по-моему, вообще касались этого вопроса, в каких-то богословских суммах преимущественно, кто там еще об этом писал. Анселим Хавильбергский, может быть, опять же, мне не вспоминается в настоящий момент, не вспоминается. Я допускаю, что кто-то об этом писал. Он довольно много посвятил этому вопросу, довольно большой текст. Может быть, что-то есть, но не могу данного не вспомнить. То есть, по-моему, он связан с тем, что если бы об этом говорили латинский автор, то это мог бы быть какое-то понимание. Восток? Позиции греческой стороны. Почему Филёкова выглядит неприемлемым для греков, вы имеете в виду? Нет, целью точки зрения. Вы думаете, что, по вашему мнению, этот евангельский эпизод с почиванием Духа на Сыне, то есть, описанный в Евангелии, да, при крещении Иисуса, когда на Него сошел Святой Дух в виде голубя, вы считаете, что этот момент был решающим для греков, по вашему мнению, да, в данном? Дело в том, что этот вопрос у Фоти, по крайней мере, этот момент как раз не затрагивает, насколько я помню. Об этом точно пишет Николай Мифонский, как раз в своей полемике. Затрагивает, да? Вопрос о помазании кристалли. У него традиционная еще на первую тысячелетие технология вместо Гогии святого Духа. Послание, если не помню, то, может быть, и не затрагивает. А вместо Гогии, да? Да. Там есть целый раздел, где-то после середины там идет, про помазание кристалли. В каком же дух является помазание кристалли, дух ущевая в сыне. Потому что традиционно это было не столько даже вот со сцены крещения, сколько именно с темой помазания. И потом вот у монокреситов об этом тоже очень много есть. И у Фоти есть. То есть Фоти может быть вообще... Я вот не помню совершенно этого места. Я не помню совершенно этого места. Это было бы выглядело с головой. Я думаю, что с армянами я привыкал об этом очень дискутивно. Хоть же приходит... Нет, но... Это было бы выглядело с родителями, а были бы выглядело с армянами. У него в анамнезе недавнем был Широколандский собор 1862 года. Успешный очень, с приведением большого количества армян в православие. И поэтому, в общем, Фоти надо изучать еще тоже, в частности, для того, чтобы понять вот и эту тему. Но, значит, вопрос Бориса Рецкина для меня тоже не ясен. Я потом мало кого знаю из латинских авторов. Да, ну, я не помню, чтобы кто-то из латинских авторов об этом писал. Но я, опять же, допускаю, что просто что-то искажает из памяти у меня. Вот, тем более, если у меня выпал из памяти какой-то пассаж об этом Уфоте. То есть, ты хочешь сказать, что именно вот этот эпизод евангельский с крещением Иисуса, да, вот он описан... Да, мы так влаживаем даже, как вопрос о помазании Христа. Что Христос, вот, Христос, значит, помазанник. Чем Он помазан? Он Духом помазан. Значит, Дух в Нем посевает... Ты, международно, именно в Христогогии, да, ты хочешь сказать, именно в Христогогии? Это традиционно для первого тысячелетия и, скажем, для всей монофизистской традиции. Вот этот вопрос. Поэтому, я думаю, что эта тема у него немножко, может быть, еще имеет армянский бэкграунд. Может быть, да, да, да. Нет, вопрос был о латинских авторах. А вопрос был о латинских авторах. Да, вопрос был о латинских авторах, да, да. Вот сейчас не вспоминаю, к сожалению. Наверное, не знаю, интересная дискуссия, но, наверное, нам уже как-то пора заканчивать. Спасибо. Давайте поблагодарим и благодарим еще раз нашего замечательного лектора сегодня. Спасибо.